МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 4 из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ. В студии Анжелика Понебрашина. Город-заложник Сретенск. Сначала ледяной плен, потом пытки водой. Наш репортаж из пострадавшего района. Грунтовые воды продолжают оставаться главной напастью для районов Забайкалья. На этот раз мы в селе Кайдалово. Но разговор с головой совсем не задался. А теперь на эти другие темы более подробно. На фоне всеобщего взлета цен на продовольственные и непродовольственные товары в стране удивляет стабильность на рынке по реализации топлива. Более того, по краткосрочным прогнозам цены на ГСМ возможно пойдут вниз. В чем причина подобной ситуации на заправках, разбирались наши корреспонденты. Удивительная ряда. В то время, когда цены на продовольственные и непродовольственные товары возлетели до небес, причем рост цен носил спекулятивный характер. Когда доллар стоил 120 рублей, цены на бензин и дизельное топливо не только не поднялись, но местами стали даже немного меньше. Действительно, подобная стабильность на АЗС удивляет. Мы привыкли, что обычно все бывает наоборот. Цены на топливо тянут вверх за собой стоимость других товаров и услуг. О причинах подобной стойкости на заправках ходили самые нелепые слухи, которые по большей части сводились к одному, что независимым игрокам на рынке ГСМ приказали не повышать стоимость бензина и дизельного топлива. Ответ неверный. Здесь в первую очередь играют законы рынка, напрямую связанные с событиями в Украине. До них была очень высока доля экспорта топлива за границу, и на внутреннем рынке зачастую спрос превышал предложение. Отсюда стабильно высокие цены на бирже. Добавьте к этому расходы по доставке ЖД транспортом. Но в последнее время прогнозы более благоприятные. Прогнозы по крайней мере на опте на сегодняшний день на бирже мы видим. Но эта ситуация уже не сегодня, а уже порядка двух-трех недель продолжается у нас идет. Но на бирже снижение цен на рынке у нас появилось больше предложений со стороны Писточкова. Ситуация на опте, ситуация по снижению на опте у нас закатилась уже и до нас наконец-то. И мы тоже на розницу ощущаем в пределах от полутора до двух с половиной рублей. А у нас идет понижение цен. Докатилась до нас. Это имеется в виду, что закупленное на бирже по определенной цене топлива едет до нас от трех до четырех недель. Ранее реализовывались старые запасы, а федеральная антимнопольная служба следила, чтобы ни у кого не возникло желание на спекулятивной волне необоснованно поднять цены. В этой части мы, конечно, контролируем. Мы когда видели, что на опте у нас идет понижение и на закупе, мы сразу же направили письма именно для основным нашим игрокам на рынке, при примерном планируемой дате. Конечно, они нам сообщают о том, что они пока не реализуют тот остаток, который они закупили по старой цене, не могут себе позволить вот это себе в обыд. Еще более восторженно к этой ситуации относится министр по экономическому развитию Александр Бордалеев. Особую роль в этом он отводит субсидии правительства Забайкальского края по перевозкам топлива дорогами РЖД. Заработал транспортные субсидии. Когда начали уже получать наши коллеги, кто занимается топливом в Забайкальском крае, уже такой механизм у них начал уже работать. Не все пока еще вовлечены в этот процесс, но с теми коллегами, с кем мы общаемся, они уже отмечают, что такую субсидию начали получать. На первый взгляд складывается настолько радужная картина, что поневоле закрадываются сомнения в ее реальности. Председатель Забайкальского отделения независимого топливного союза России Павел Сорокин, как практик, более осторожен в оценках происходящего. За последнее время очень часто встречаемся и говорим на тему нефтепродуктов. И если первые вести были о том, что наконец-то заработал субсидия на перевозки нефтепродуктов, и тогда я сказал, что прогнозы подождем маленько и увидим, как оно будет. Поэтому, наверное, никто и цены не менял. За это время цены на бирже падали, сейчас они снова поднимаются. На сегодня у нас существенно увеличились цены на составляющие, на запчасти, на прочие затраты, которые мы несем при работе. Но на сегодняшний день, ввиду того, что цены на бирже упали, субсидии мы наполовину получаем, где-то не получаем, больше не получаем. Я сегодня опрашивал опять. Цены на бирже вновь поднимаются. Это связано с тем, что экспорт нефтепродуктов возрос, возможно, из-за событий в Украине, где главным потребителем является армия. Так широко разрекламированная субсидия, по идее позволяющая независимым игрокам на топливном рынке дотягиваться до удаленных нефтеперерабатывающих заводов, толком не работает. Кто бы удивился, доставка ГСМ – это не только железная дорога. Дозы с топлива доставляются бензовозами. Цены на запчасти и комплектующие растут. Пока выглядит все стабильно, и по самым осторожным прогнозам, в ближайший месяц подъема цен на бензин и дистоплива ожидать не приходится. Мы цены, в общем-то, и понизили на рынке. Вы видели, что определенное снижение на рынке произошло. Но когда начали участники рынка, собственно, считать саму прибыль, то поняли, что кроме падения цены, остальные составляющие возросли. Цены на запчасти увеличились в два раза, по некоторым оценкам. Собственно, мы же перевозим на бензовозах, и там тоже затраты возросли. То есть общая составляющая, то общий доход остался на месте. Выработка нефтепродуктов. На заводах растет, но топливо на внутренний рынок поступает меньше. Цены медленно, но верно возвращаются к тем показателям, которые были до падения. В этой ситуации ни один представитель независимых игроков на рынке ГСМ не дает прогнозов. Я думаю, что никаких прогнозов, одни надежды. Я думаю, что пока цены останутся на месте, может быть, вернутся на те же самые цены, которые были раньше. А понижение, я бы не сильно надеялся, что цена пойдет вниз в сегодняшней ситуации. Но время покажет. Все надежды на стабилизацию, уменьшение цен на топливо связывают только с политикой власти. Увеличить количество нефтепродуктов на внутреннем рынке, чтобы субсидия заработала. Как следует, снижение налогового бремени. Пока государство может только жестко контролировать работу независимых АЗС, но законы рынка еще никому не удавалось превозмочь. Чтобы снизилась цена, мы просили маленько другого. Мы просили снизить НДС до 10%. Это прямое влияние на цену. Но сейчас обстановка, она как бы совершенно другая. Тут много факторов влияет на цену. Ни одна субсидия влияет на цену. Это и рост запчастей, это и рост перевозок и всего остального. Поэтому цена стабильна, и слава богу. Суммируя высказывания всех заинтересованных лиц, можно с уверенностью сказать только одно. В ближайшее время роста цен ожидать не приходится. И остается надеяться, что, по крайней мере, да, посевной ситуация не изменится. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Зрители ЗАП-ТВ с начала зимы наблюдают, как Сретенск борется с ледяной атакой природы. Сегодня в эфире еще одно видео от очевидцев. О том, как Сретенск остался один на один с природной аномалией Вячеслав Бортницкий. Природная аномальная ситуация повлияла на жизнь обычных граждан, которым достаточно сложно будет восстановить свои огороды, потому что там все буквально завалено льдом. Вообще, эта ситуация с выходом воды на поверхность, она достаточно объяснимая, когда начинает замерзать поверхность земли, ключи, ручьи, они ищут выход и находят их уже не по всей поверхности, допустим, какой-то долины или небольшого плоскогорья, а где-то в одном месте. И в этом одном месте ручей, если пользоваться местными диалектами, начинает кипеть. И он кипит до тех пор, пока вот в таком количестве не выходит на поверхность вода. Сретенский район кипит с осени, истрачены десятки миллионов рублей. Если центр города кое-как получается освободить от ледяного плена, то до таких мест, где льдом укутаны локально несколько участков, не всегда доходит техника. И получилось так, что когда масштаб вот этих всех наледеобразований грунтовых вод, он сразу распространился на несколько районов, то здесь уже резервов этих, видимо, у правительства не хватает. Потому что там и дороги, и межрайонные, и краевые дороги, и где-то села еще больше страдают. Там соцобъекты льдом закрыты. Но вот у нас сейчас тоже в городе как раз вот... Я говорю сейчас, пока скопление этой талой воды 38, два вот этих адреса, точнее нет, три адреса на решение, вот на таком... То есть вот этот набережный 57, он на контроле, тут на улице Волначарского под угрозой подтопления один дом. И сейчас пришли супружеская пара, сказали, что с наледи через их дом, через их участок бьют ручьи с наледи именно. Ну вот они... Ну вот там тоже адрес их на контроле. То есть они все адреса эти так или иначе с ноября-декабря месяца они в зоне чрезвычайной ситуации. Все они с одной стороны на контроле, но помочь физически просто не хватает финансирования. Сретенск постоянно в борьбе со льдом. Долг перед подрядчиками на данный момент перевалил за 2,5 миллиона рублей. Ситуация отягощается еще и самой системой. Сначала надо сделать осмотр, замерить, потом дефектный акт, потом найти подрядчика готового без аванса провести работы, потом подписать КС-1, КС-2, КС-3, потом акт выполненных работ, потом все отправить в Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, потом рассмотрит Министерство финансов и может быть выделить деньги и доведет до района и только тогда пройдет оплата подрядчику. Любая ошибка или неточность в документе и денег ждать еще дольше, а вода не спрашивает никого, ни Минфин, ни главпоселений. Страдают люди. Несмотря на даже какие-то обещания, вряд ли они рассчитывают на то, что завтра им кто-то поможет восстановить огород. Я, наверное, прав или нет, как вы считаете? Прав, прав, прав. Вам обещали какую-то помощь? Да никто ничего не обещал. Все равно. Они вот приехали дома, спросили, вода у вас есть? А если я дома, то будет вода в подполье, то это уже все, гибло уже, убегай из дома. Так тут не только в подполье. Я смотрю, у вас весь огород в этой льдине. И помойка, и все, и туалет утопило с той стороны. Скажите, а предположительно, что вы ожидаете, когда это все растает? Что будет с вашим огородом? Не осталось, не еду. Ну, я немножко прошел, потому что туда-туда провалишься с головой. Да, тут вообще не достанешь. То есть вам нужна будет помощь потом по огороду, по гаражу, поэтому... Тут и гараж, как говорится, и баня. А, и баня тоже утонула. А на одном на данный момент прошли только единовременные выплаты тем жителям, у которых от атаки льда пострадало единственное жилье. На инженерное обследование остальных пострадавших тоже нужны деньги, которых пока нет. По просьбе Алексея Кошелева губернатор давал поручение довести деньги до районов, но их все еще ждут. Сейчас начало апреля, и если не предпринимать срочных мер на высшем уровне, ледяной плен, в котором оказался Сретенск, сменится на пытки водой. Вячеслав Барнинский, ЗАП-ТВ. Алерон Плюс заключал контракты на вывоз мусора с фирмами, принадлежащими владельцу мусорного оператора. Об этом рассказали в пресс-службе Краевой Уфас. Согласно материалам дела Алерон при определении подрядчиков на вывоз твердых бытовых отходов отдавал предпочтение фирме Автолидер. При этом учредителем Автолидера является Геннадий Якушевский, который также входит в число учредителей Алерон Плюс. Напомним, ранее ЗАПРУ публиковал материалы расследования, в котором говорилось о взаимосвязях Алерона с другими предприятиями, имеющими общих владельцев. По результатам работы Уфас Алерону назначен штраф свыше 900 тысяч рублей по части четвертой статьи 1432 КОАП Российской Федерации. Глава Следственного комитета по Забайкальскому краю Юрий Русанов возглавил управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, пишет коммерсант. Пока он является исполняющим обязанности руководителя, после подписания президентом России указа на значение Русанов избавится от приставки ИО. Предшественник Юрия Русанова на этом посту Баир Даржиев будет работать его заместителем. На сайте Краевого следкома исполняющий обязанности руководителя СКР по Забайкалью теперь значится Алексей Вольный, занимающий должность первого заместителя. Бывший министр строительства Забайкальского края Дмитрий Ватагин проверк в зданию Запру свое назначение директором дорожно-мостового ремонтно-строительного управления вместо уходящего с поста Алексея Котова. Директор Дамарсун Котов рассказал накануне, что покинет свой пост и уедет из Забайкальского края. Министр строительства дорожного хозяйства и транспорта Края Дмитрий Ватагин был уволен со своего поста в начале марта из-за нарушения закона о гражданской службе. Ранее Ватагин работал главой госэкспертизы Края и безосновательно примировал себя на 16,5 миллионов рублей. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника и старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности ОМВД по Забайкальскому краю. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Пресс-служба регионального следственного управления СКР. Отмечается, что начальник ОРЧ СБ без каких-либо оснований поручил своим подчиненным организовать прослушивание телефонных разговоров руководителя одного из подразделений полиции. В отношении начальника ОРЧ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего оперуполномоченного в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Мы прервемся. Вернемся уже скоро. Не переключайтесь. В селе Кайдалово Карымского района дала о себе знать водная стихия. Грунтовые воды затопили несколько приусадебных участков. Мы не смогли дозвониться до главы района, чтобы узнать масштабы бедствия, а зато дозвонились до главы сельского поселения Кайдаловское. Эта история больше не о выходе грунтовых вод, а об отношениях чиновника и пострадавшего. Это соседний огород затопило. Больше всех из-за разлива ключа пострадала улица Советская. Местные жители обратились за помощью главе сельского поселения Сослану Кокоеву. Боятся. С приходом весны неровен час затопит и их жилые дома. С этого все и началось. На что он мне ответил не переживайте ничего такого не будет не нагоняйте панику. Ну смотрите вода поступает уже в огород поступила. Вот затоплен лично мой приусадебный участок где садится морковка свекла так как нынче уже ничего мы не посадим. Также вода поступила в гараж. На мольбу о помощи Сослан Кокоев ответил коротко в выходной день делать никто ничего не будет. После как рассказывает Галина Андреева Кокоев утверждал что осмотрел лично затопленный участок сразу же в день обращения селянки. Но вот незадача никто из домочадцев его не видел. Обеспокоенная женщина позвонила на горячую линию МЧС что почему-то сильно возмутило главного чиновника населенного пункта. Перед этим он утром мне звонит ну что Галина нажаловалась везде я говорю почему-то он так разговаривает положил трубку. На место происшествия Кокоев приехал вместе с представителями МЧС. Он продолжал настаивать вода в дом не подступит. Как выяснилось ранее именно он Сослан Кокоев сообщил и представителям МЧС о том что я цыпка никакая здесь не требуется. Я говорю сейчас начнется тепло ключ будет растекаться и этого пойдет уже в дом он такой типа откуда ты взяла это ничего не пойдет в дом я говорю ты понимаешь что еще ингада рядом ингаду сейчас она там затор будет будет сюда вот вытаскивать это все будет в доме уже ничего не будет я говорю хорошо Сослан я говорю а ты в МЧС когда говорю я звонила МЧС сказала свою жалобу я говорю ты отзвонился что им сказал ничего я здесь же набираю номер телефона от этого МЧС девушка отвечает я ставлю на громкую связь я говорю здравствуйте это вас когда вам беспокойно к вам комиссия выехала я говорю комиссия это здесь я говорю вы же все фиксируете да все я говорю вот я вам звонила 3 числа какой из вам отчитался да отчитался я говорю можете сказать как он отчитался она читает объект осмотрен повреждений жилых домов топление жилых домов не обнаружено как бы нету отсыпка не требуется а он такой сразу говорит а вы докажите что это я говорил я ничего не говорил я говорю ты еще и врать говорю будешь отсыпку здесь все же произведут только летом как планировалось изначально на вопрос что делать сейчас Кокоев как рассказывает женщина предложил ей простое решение проблемы посадить овощи в затопленном огороде однако в разговоре с нами от этих слов Кокоев отказался и даже заявил что не знает такой односельчанки извините я такую не знаю жительницу ну она с вами общалась а такую Андреева не знаю чиновник как мантру повторял одно и то же угрозы жилым домам нет делал мхатовские паузы и спешил как можно быстрее с нами попрощаться вот по поводу затопления нескольких приусадебных участков там вчера комиссия выезжала Корымского района то есть все вопросы туда беседа не получилась содержательней и в дальнейшем а людям сейчас что делать ваши какие действия сейчас будут а это не мои действия а полномочия района к ним вопрос то есть вы ничего не будете делать что за провокационные вопросы нет это не провокационные просто я спросила что вы конкретно будете делать конечно мы разрабатываем то есть варианты отсыпки то есть эта проблема первый год возникла поэтому мы не были готовы так же как и к нашему звонку если представитель власти не горит желанием общаться с журналистами что уж говорить о людях которых он поставлен защищать и после этого сюжета Кокоев должен получить не один звонок с Чайковского 8 Анжелика Понебрашина ЗАП ТВ В Чите прошел 18-й по счету открытый турнир памяти великого спортсмена тренера профессионалов тяжелой атлетики Арнольда Анаприенко на этот раз поучаствовать в соревнованиях вызвались более 100 тяжелоатлетов из разных уголков страны о тех кто вышел на спортивный помост Виктор Соловьев Заявляясь на участие в турнире спортсмены готовы были показать не только свои результаты в тяжелой атлетике ну и почтить память великого мастера спорта и сильнейшего атлета Читинской области Арнольда Анаприенко Став уже традиционным 18-й турнир собрал на этот раз более 100 участников в спортивном комплексе Огнеборец Это представители спортивных школ не только из Читы Побороться за звание сильнейшего вызвали спортсмены из разных уголков России Несмотря на то, что тяжелая атлетика является экстремальным и брутальным видом спорта прекрасная половина человечества все больше проявляет желание улучшать свои силовые показатели не отставая от мужчин И на этом турнире девушки показали свои навыки справляться с тяжелым весом по достоинству занимая призовые места Для Валерии Крыловой эти соревнования не первые и далеко не последние в планах покорять вершины спорта в тяжелой атлетике и дальше Я делала рывок 55 килограмм и толчок 71 На данный момент это рекордная сумма моя которую я подняла на соревнованиях Тренируюсь я полтора года соревнования это не первое у меня в планах я хочу выполнить мастер спорта и стать призеркой России И даже у самых юных спортсменов которые впервые выступают на соревнованиях в планах стать великими чемпионами такими как Арнольд Тонаприенко и даже участие на чужом поле не мешает тяжелоатлетам бить рекорды и занимать победные места Все мы общаемся по всей России Здесь сказали что будет проходить турнир прислали нам вызов Мы решили поучаствовать пришли к своим начальникам говорим вот так вот так не вопрос езжайте Создали условия мы здесь сегодня выиграли и еще думаю выиграем сегодня Организаторы турнира в лице комитета физической культуры и спорта Читы а также Федерации тяжелой атлетики Забайкальского края готовы и дальше проводить ежегодные соревнования по тяжелой атлетике для того чтобы любители становились мировыми чемпионами и покоряли вершины спорта И хорошо что сегодня есть все возможности для того чтобы реализовать свои планы в жизнь Медали, кубки и грамоты здесь не главные Главное это здоровый дух в здоровом теле Я хочу быть с тобой Жизнь станет честной и справедливой Только никому об этом не говори Но для этого надо постараться Я не хочу совершать насилие Мы совершаем праведные вещи Ты можешь стать одной из нас Когда приедешь к нам сама все поймешь Ты готова? Нет И это все о чем я и мои коллеги успели вам рассказать Мы следим за развитием событий в городе и крае Я благодарю вас за внимание Всего вам самого доброго И до встречи на телеканале ЗАПТ-ТВ уже завтра Здравствуйте В эфире прогноз погоды на ЗАПТ-ТВ Спонсор выпуска Летик Косметик Начните готовиться к лету вместе с Летик 20 апреля В среду погода будет облачной с прояснениями Ветер северо-западный 6 метров в секунду Ночью температура от 0 до минус 2 градусов и от 6 до 8 со знаком плюс днем Оставайтесь с нами на Первом Независимом ЗАПТ-ТВ 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 Субтитры подогнал «Симон»